Давайте мы совершим этот государственный акт. А вы не знаете, как это сделать? А это вот очень просто делается. Прямо отрезать? Да, прямо режем. И еще вот кусочек. Сразу Жене обдаем, да? Елена Владимировна, это вам. Спасибо. Это Андрей Указиевский. Женя, просто председатель. Да. С этим слаза, по-нечего-то. Потому что вот эту веточку мы сохраним с программой конференции. И это будет уже такое историческое. Я счастлив и прикор, что мне такая честь предоставлена в участии в открытии музея Невенской школы. Жене тебе огромное человеческое спасибо. И передай от нас всех собравшихся, Ядрею Казицыну, благодетелю, который поучаствовал вместе с тобой в создании такого музея, вот нашу искреннюю благодарность. Я думаю, что все слова, замечательные слова благодарности будут отражены. Достаточно высокие два расцветия. Здесь должны были быть еще предстоящие. Но Невенские расцветия существуют, если шоу друзей Невенской. Продолжение следует... Продолжение следует... ... Собор Богородицы икона была в очень плохом состоянии. Это Андрея Казицына икона. Конечно, украсила здесь экспозицию. Ну, да где-то она как-то сделана, все-таки отреставрирована. Потом посмотреть ее можно рассмотреть. Очень высокого уровня икона. Значит, эти иконы у нас у Толемы, они появились. Иконография, судя по всему, пришла с Ярославля. Появились они у нас только с 19 века, в 18 веке. Этих икон, этого сюжета у нас нет. Она додирована икона, но она уже поздняя. Технологии уже нарушались. Видите, выкрашено изображение. На иконах 18 века, на Невьянских, это было бы невозможно. Но со временем, это тоже из собрания Андрея Казицына, со временем мы ее доведем. Эта икона происходит из Невьянска. В свое время Татьяна Анатольевна Рунева, я буду сегодня о ней говорить. Они ее отсюда вывезли. Ну, нехорошо так говорить про иконы, но снизу все было загажено. Там собаки, кошки, то есть долго приводили в порядок. И очень интересно, эта икона прописана поверху. Она все личное здесь заполнена другим авторам, прописана поверху. И кому будет интересно, попробовали просто раскрыть. И вот стоит Андрей Родьевый. И вот одна нога у него не раскрыта, а другая раскрыта. Просто для специалистов, для специалистов, маленький пример такой, как будет отличаться икона. Эту икону не раскрывали до конца, она очень сложная в раскрытии. Вот, но я думаю, что это тоже годы, наверное, 20-30-е. Собор Архангела Михаила интересен тем, ой, Томик с рыбой спит, я не подсчитываю, получили. Собор Архангела Михаила, Архангел Михаил у старообрядцев чтился на особицу. То есть это, ну, связано с эскатологическими такими чаяниями, с чаянием. По концу света это был проводник, старообрядцев такой, ну, проводник, он отвечал за тот свет. Вот. И эта икона из реставрационной мастерской происходит. Из реставрационной мастерской музея Нигьянской иконы, то, что в училище Шадра базируется, делали ученики. И первый выпуск, там пять лет они с ней работали, и следующий выпуск будет ее закачивать. Она в процессе реставрации находится. Вот здесь, обратите внимание, здесь, вот это вот. Друзья, секунду, я без микрофона, я сложный, сложный. Товарищи, давайте потише. Ничего не слышно. Вот это вот икона, вот это вот Георгий Победоносец. Георгий Победоносец, ну, и Борий великомученик называли. Георгий Победоносец во всей России имел ярко выраженный, такой пульт был оградный. То есть он на все праздники выносился, два раза в год его праздновали, и более он был крестьянский. Здесь было не так. Для Нигьянской иконы Георгий Победоносец большая ветка, встречается крайне редко, и пульт имел совершенно иное значение. Вот эта вот икона происходит из Тагила. Я ее был вынужден, мне когда отдали, я ее был вынужден везти на руках. Она опиленная была, и она была вся вскрышенная, обваливалась, и я ее вот так вот просто на руках вез. Сейчас она укреплена, укреплена, раскрыта, и потихонечку ее будут заполнять надировками. Непонятно, что делать с полями, потому что икона на золоте, поля на имитации, сэкономили. Видимо, заказ был для какой-то единовежческой церкви. А вот это вот Георгий Победоносец тоже, это написцы Панковы. Это уже начало 20 века. Панковы работали в Екатеринбурге, сколько мы уже соблюдали, в Екатеринбурге спустились, и потом в Невьянской иконы, несмотря еще все-таки другого уровня. Здесь ряд очень интересный. Вот это вот 18 век, это начало 19-го. Это здесь перекладывали золото на этих иконах. Здесь вот посмотрите, с торцов, очень интересная компоновка доски. Невьянские иконы всегда отличались высокой технологичностью, очень высоким уровнем обработки иконной доски. То есть здесь именно был фабричный уровень. Причем, одну очень важную вещь скажу, что Невьянская икона для невьянских старообрядцев, это всегда был такой очень важный момент самоидентификации. По иконам, иконы основной определитель, свой, чужой. То есть сразу же всегда своих видели по иконам. Поэтому иконы еще несли другую функциональную нагрузку. Иконы были и вложением средств, и когда описывалось приданное, когда давали за дочерью приданное, обязательно шло описание икон. И Виктор Иванович Байден, в свое время работая с документами, нашел очень интересную историю. Она опубликована в серии книги, Старый Невьянск книга называется. Когда описываются выморочные имущества, Бердниковы, отец и сын, и описывается имущество после них. И описывается в сторону таволок, описывается фабрика, покос и изба. И оценивается в 20 рублей. И тут же штилистовой складень, это чуть больше налойного размера, складень описывается в 70 рублей. То есть это просто вот такая ценность икон имела место. Вот это высочайший уровень, таких икон было 4. Когда говорят 2 на 10 праздники, это принято говорить 2 на 10, на самом деле батюшка, ну 16 праздников так вот больших. Их было 4 иконы, и 3 исчезли, вот осталась одна, уровень высочайший. Здесь Богородичные, все Богородичные. Богоматерь знамени все знают, она в наших краях считается чудотворной. В Верхнем Тагиле. Считается, что в Верхнем Тагиле сама икона чудотворная находится, но надо понимать, что в Богородичном храме Богоматерь знамени, которая считается списком, она лет на 100 древнее Тагильской. То есть, поэтому истории тут, тут есть о чем подумать. Вообще, вот эта вот икона пошла с Новгорода, это была Богоматерь знамени, это покровительница Новгорода. И так как часть населения к нам на Урал, первое все население заходило с Русского Севера, с новгородских владений, видимо, этот культ принесли с собой. Это одна из самых чтимых икон Богоматери здесь. И по количеству, там, увидите, лежат в уголке распечатки, там статья Галины Владимировны, Голонец, статья Олега Губкина, Байдина, статьи, мои статьи. Я по сюжетам в Невьянской иконе, там кому будет интересно, эти распечатки будут здесь лежать, можно будет посмотреть. Вот эта вот икона тоже, эта икона, скорее всего, 18 века, но она надставлена здесь, и здесь поновительская надпись, 1837 год, поновительская надпись. Но эту руку мы знаем, это известная очередка. Богоматерь Корсунская, вот, на я самых трогательных тип Богоматери умиления, когда владенец щекой прижимается к Богоматери. Но это Никола, о котором мы говорили, Никола достаточно высокого уровня, оно для Невьянской не характерное, темноликое. Но по темноликости, там еще один очень важный момент, один из основных признаков Невьянской, это белоликость. Но белила, белила терпели любое механическое воздействие, и белила не терпели малейших температурных, если, не дай Бог, пожар или свечка рядом, белила выгорали первыми, там свинец составляет. И очень интересно, знаете, белила киноварь, киноварь сразу же уходила при механическом, белилом ничего не делалось. Как только температурное, белила уходили, оставалось только киноварь. Вот эта тайная вечеря, она сколько-то личное в Невьянской, но кто-то из приезжих иконописов. С 19 века, когда экономическая ситуация в 19 веке изменилась, сюда на Урал пошло много народу, там в основном гусляки шли из Подмосковья, они принесли свою стилистику, но чтобы им вписаться, чтобы их иконы покупали, они были вынуждены копировать Невьянцев, и те, у кого получалось, только те и выжили. Вот, ну это преображение, преображение, очень строгая Невьянская икона, ни одного речневого движения, очень высокого уровня, такая близкая к древнему. Это Рождество, Рождество, это Рождество, Невьянский такой извод, эту руку мы знаем, тоже есть несколько икон этой руки, это 1814 год, вот, ну это Казьма и Дамьян, Казьма и Дамьян в таких количествах появляются у нас в 19 веке, целители. Ну и вот я в целом рассказал, там основное я в докладе расскажу, просто посмотрите, если какие-то вопросы будут, я вам на них отвечу. Спасибо. Так, дамы и господа, у вас буквально 7 минут на то, чтобы посмотреть, а потом я участников конференции приглашаю в зал. по-настоящему. Спасибо. 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 . Спасибо. Спасибо. . 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 ... . ... 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 Какая селилась нюнянская икона, куда она исчезала, в какие периоды. И начали мы с пожаров. Я уже говорил, с чего начнем. В Нюнянске пожары – это огромное деревянное строительство, это большая теснота. И пожары, когда они начинались, уничтожали огромное количество построек. Потом, при ГТП, началась уже такая плановая застройка, широкие улицы. Брандмау, огоньные стены. Но на Нюнянск в те годы это не особо распространялось. В 1772 году в Нюнянске вспыхнул пожар, в котором сгорел около 200 домов. Ну, по некоторой информации, до 300. Есть основания полагать, что пожар затронулся на рабряческую часовню, сгорела часовня. И полностью сгорели Московская и Тульская улицы. Тульская – это сейчас Томсомольская. И на Тульской одновременно три усадьбы были рядом. Иконописцы Коскины, иконописцы Малагановы, иконописцы Богатыревы. Сгорело все. Что интересно, еще одно подтверждение в исследовательской работе нашли, что пожар на самом деле коснулся именно старообляческого Нюнянска, где было основной сосредоточие Нюнянских икон. На сегодняшний день известно всего несколько Нюнянских икон, выполненных до 1772 года. Ну, это Гаванья Египетская. Египет, 58-й год. Иконописцы Малагановы, 1762-го. Это все иконы опубликованы. Спас на престоле у Памфилыча 1763-й год. И складе 1764-го года в музее имени Андрея Рублева. Тоже, кстати, в музее имени Андрея Рублева Нюнянский икон из огромного количества, у них две. Ну и вот. А после 1772-го года Нюнянские годы появляются массово. Потом, через несколько лет, через 8 лет, в Нюнянске еще раз порядка старых домов было уничтожено. Потом сгорело еще 80 домов. И, зная били икон в домах Нюнянских жителей, ну, можно представлять, что ущерб был очень значительный. Вот. Принято считать, что иконы при пожаре выносят из дома в первую очередь. На самом деле, когда случается пожар, никто уже ни о чем не думал. Ну, как кажется, показано. Потом был пожар в 1848 году. Сгорели 238 домов и деревянная старообрядческая часовня, построенная в 1773-м, взамен сгоревшая. То исследование 1272-го года было сгорело. На этом месте сейчас стоит Свято-Троицкая церковь. И единственный образ оттуда спасли него. Все, все остальное сгорело. Ну, и в Нюнянске большая часть населения были с воробляциями часовенными. И именно они были основными заказчиками иконы, основными потребителями. Кстати, когда в Нюнянских часовнях, когда в собраниях Нюнянских икон, встречалась икона не Нюнянская, она по всем описям проходит образа российской работы. То есть, молодые люди, когда из Нюнянска ехали в сторону центра, они говорили поехать на Лусь. То есть, это очень долго вот этого. То есть, себя обособляли и идентифицировали именно как отдельный народ. Ну, и понятно, что если Нюнянск сгорел, то горели именно Нюнянские иконы. В свое время Нечаев, который стал потом прокурором Синода, в дневниках писал, «В Нюнянске лучшие иконописцы нет нужды прибавлять, что живописцы сии, их толка, ибо работы от других они не принимают, и оказались и не умолваться». То есть, еще одно подтверждение, что пользовались именно Нюнянсками. Ну, и самые большие потери в Нюнянске принес пожар в 1890-го года, когда головешки через пруд летели на ту сторону. Сгорело больше тысячи домов, старопрячиеся умоления. Там было самое богатое собрание выписей и икон. Ущерб был огромный. Ну, и горел шортаж в свое время, еще один мощный старопрячий центр, который был замкнут именно на Нюнянске. И шортаж в свое время, там, две трети шортажа выгорело. И один из основных пожаров, он горел в 1766-1832-м. И после одного из пожаров, после пожаров в 1832-м году, шортаж как старопрячий центр, такой мощный, просто перестал существовать. Это были основные ворота из Руси в Сибирь. Огромное количество скетов, их потом добили. Позднее секретный комитет по делам господника подливал шортаж. Иконы конфисковывались. Но у меня отдельная глава, которая посвящена. Иконы конфисковывались. Часть из них попала в МВД, которая тогда находилась в Питере. И из МВД эти иконы уже потом попали в русский музей. На шортаже, в принципе, сгорело все. Там и скиты и троицкие часовни. Но это про пожары. Пожары были и дальше. В 1869-м сгорела знаменитая Венгловская часовня, которая, по мнению чилицев, тут была гораздо богаче Нильянска. По количеству икон, сосредоточенных в часовне, сказать что-либо сложно, зная скоропляциях, иконы располагались шпалерно. Все свободное пространство всегда было заполнено иконой. Я скажу, что в своей жизни наиболее такого интересного доклада я еще не слышал. Мне кажется, это наиболее самый-самый интересный патологический материал, который, ну, большинство, наверное, очень не вошло. Не отзвучено в докладе было, но будет опубликовано в статье, надеюсь. Тема моего сообщения в программе звучит так. «История семьи Бухкиных в сохранении старопреческой интенсии». Такое амбициозное название сообщения. Это действительно всего лишь сообщение, даже не доклад, потому что материал находится в работе, и честно скажу, что вот буквально в ночь, накануне конференции, я еще раз рассматриваю материал, делаю какие-то вправки, заметки, и в памяти всплывало много, о чем хотелось бы сообщить. Все началось с того, что в свои детские и юношеские годы, это 60-е, 70-е, я с отцом Петром Емунальевичем Бухкиным систематически раз в два года приезжал погостить к своему деду убийств Алтайских районов. В доме было множество икон старинного, как я сейчас понимаю, уральского, ненебианского письма, бессеребряных и жемчужных окладов, много медного, старообляческого литья, складни, кресты, иконы, целая библиотека рукописных и старообляческих книг в темных кожаных переплетах с бронзовыми застежками. Я наивно интересовался у бабки, откуда такие иконы. И она отвечала одно, спросил у деда и его монаря, как он их спас. Дед всегда уходил под разными предлогами от разговора еще не время. И только в год своего выхода на пенсию в должности начальника железнодорожного депо станции БИС, тупиковые ветви западно-сибирской железной дороги, Ермолай Ахипович Губкин рассказал следующее. После окончания Кунгурской гимназии, а он происходил из такой боковой ветви купцов Губкиных, он переехал в Екатеринбург, где работал на железной дороге и женился. Когда начались гонения в 20-е годы на старообрядцев, бежал с семьей в Тугулинский район, в деревню Потаскурово, к своим датям родственникам Губкиным. Ну и там их достали. К счастью, у старообрядцев всегда находились такие помощники, кто заранее предупреждал, так и деда предупредили практически вечером накануне ареста, что ночью за ними придут. И он на подводы побросал скарп свою молодую жену, которая накануне родила второго сына, то есть моего отца. И на этой подводе они убежали далеко из Тугулинского района на Алтай, на Алтайский край, в городок Бийск. В дороге, к сожалению, бабка скончалась, не выдержав, так сказать, вот этого длительного, трудного переезда. И дед остался на руках с тремя детьми. Но по протекции своего однокашника по Кунгурской гимназии, который работал уже на Западной Сибирской железной дороге, он остановился в доме машиниста паровоза. И впоследствии у него вторая супруга, супругой стала Пелагея Степановна, которая происходила родом из семи бийского старообряческого старшины. Вот откуда, собственно говоря, у них часть икон в родовом доме и была. Дед рассказал такую трагическую историю, что когда он был помощником машиниста, в 30-е годы, практически около трех лет, все паровозы Алтайского края вместо дров ходили на иконах. То есть со складов, которые были в предыдух, вместо дров тендеры, паровозы заполнялись иконами. И, конечно же, трудно было старообрядцам, которые и машинистам, помощникам машиниста, выжигать. Вы так и деликатно, специально только проклеиваете? В общем, только. Ну, естественно, что она проклеена, но креплена как-то. В принципе, эта группа не у меня в структуре возрушена. Она здесь прожжет. Я ее просто ночеваю. Просто вот она есть. И стали. И не стали в большую встречу, она раз наклонилась и палашка. Она вообще моментально награла. Мы просто ничего не трогали, вот в такой виде оставил. Время, руки, дай, дай, дай. Ну да, в принципе, это сложно. То есть и группы, и панировки все понятны. Вот это 18. Вот тут, разумеется. Вот это. Что здесь? Нету ее просто расстроения, оставили контроль. Это вообще ничего. Она будет гораздо больше, чем здесь прошу. Прикола блестящая. Здесь два овала, это вообще-то построение. Эти ручки какие? Мне очень нравится, как они делают. Вот эти вот штучки. Вот это такое мотив, венские. Здесь жесткие скалобы. А там, где мало кто просто. Есть язык Велина Константиновича. Розвание, премиотезень. Это выставка даёт, представляете, экспозицию уже даёт. Вообще бывал, проезжал в такой городишке. Да я и сам могу посмотреть. Вы где живете? Я заеду и ничего такого. Даже не думайте, что я откажусь. Батюшку, ну приедете? Спасибо.